С вами Малик, и сегодня я хотела поделиться с вами одновременно и радостной новостью и, возможно, полезной информацией для тех, кому будет интересна эта новость. В чем заключается данная новость? Это в том, что сегодня мне на почту пришло сообщение, но я его только прочитала сейчас, буквально минут 40 назад, открыла, это было объявление о открытии регистрации в Академию Тавсир. Академия Тавсир, вот Тавсир Академия, как вы видите на экране. В почтовом ящике, в том письмо, там мне пришло две ссылки. Первая ссылка — это то, чтобы подать заявку. И я так поняла, я подала еще раз заявку, но, видимо, не знаю, что я уже, по сути, ее подала, и мне уже эта ссылка пришла, поэтому, ну, неважно. И там была также ссылка на сайт, пройдя по которому, можно сдать тест, так скажем, да, то есть записывать свои данные, то есть там где будут данные, имя, как бы регистрации на сайте, логин, да, сделать там пароль и какие-то данные, как студента, да, то есть ты, например, студент, такое имя. Если ты закончишь данную Академию, то на какое именно текло он будет выдавать и так далее. Заполняешь эти все данные, вот, какие там требуются, да, то есть как бы там личные какие-то моменты, я не знаю, необходимые, да, для связи со студентом. Вот, и потом появляется ссылка или такая кнопка с возможностью пройти тест. Этот тест как бы определяет возможность студента обучаться или невозможность, да, то есть как бы такой вступительный тест на данный курс. Этот тест состоит из 20 вопросов. Вот, ну, можно не сразу, когда эту ссылку, то есть, как вот наперед вам скажу, так как я уже это прошла, заполнив вот эти данные свои, ссылка появляется потом. И там написано, готовы ли вы начать уже выполнять этот тест, поэтому можно заполнить свои данные в начале, придет там подтверждение на почту, например, его подтверждаешь, эту почту, и потом вот эта возможность сделать тест появляется, уже пройдя по ссылке на самой почте. То есть приходит новая ссылка на почту, так, когда вы уже подтверждаете ее, и по ней можно уже сдать этот тест. Тест, ну, как бы, вопросы сами я, конечно, не буду говорить, потому что это как бы аналит для данного курса, но просто скажу, что вопросы связаны там в основном ТАФСИР, ФЕК, СИРА, да, что-то там было по Таджавиду, по-моему, ну, такое вообще маленькое, да, то есть в основном вот эти ТАФСИР, ФЕК, СИРА, вот такие вот темы поднимались в вопросе. Ну, скажу, вопросы не совсем такие банальные, да, которые прям, ну, половину, половина-половину, то есть есть вопросы прям очевидные, есть вопросы, которые нужно вот подумать. Ну, и тем не менее, вот из 20 я набрала лично 18. Вот, ну, этот балл, он проходной здесь, ну, по-моему, там минимальный проходной — это 70. Ну, там видите, да, кто захочет записаться, пройдете и увидите, то ли 80, то ли 70. Я сейчас не могу уже пройти туда, потому что я уже этот тест сдала, и мне не дает возможности вернуться. Вот. После того, как вот я сдала, у меня будет написано, что продолжить нажать, здесь показаны, как бы, уровни, которые есть на 20-21 год, да, и какие здесь предметы сюда входят. То есть мы видим, вот, такой как бы программа «Саади», да, есть, и есть программа «Ибн-Кафир», то есть две программы, по сути, да, но можно сказать, это как бы уровень. Здесь в основном предметы «Адаб» 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 «Куран», да, то есть «Тафсиры», «Куран», то есть разный пикник мы видим, связанный с «Тафсиром», «Тарих», да, то есть история «Тафсира», «Таджвид», то есть «Кураном», да, как, не с посыланием «Курана», какие-то, вот, исследования научные, потом, как бы, ввод в науке «Куран», «Краатов», то есть «Основы фикла», да, «Наху», то есть уже с арабским языком, связанные все разные предметы, да, то, что вы видите на экране, на экране «Думан-Куран» также, вот, это уже в следующем, это программа «Ибн-Кафир» «Асира» на Бауе, да, то, что есть, вот, «Усулин-Краат» тоже, уже продолжение там было, вот, а здесь уже, естественно, они могут изучаться правила, связанные с «Краатами», да, то есть тоже интересно, для тех, кто хочет познакомиться с этим, вот. Хотела поделиться со всеми такой прекрасной новостью, да, потому что я давно хотела, ну, несмотря на мою занятость, я, в принципе, подала эту заявку достаточно давно, вот, но пришло мне только сегодня, вот, поэтому в начало ХР, да, вот, постараюсь, буду в ожидании начала учебы и здесь, вот, все время есть к чему стремиться, к познанию чего-то нового, конечно, какие-то предметы из тех, которые здесь есть, я уже проходила, да, там, и «Крааты», и «Нахоу», ну, всегда что-то находится все равно новое, да, то есть невозможно все изучить, и, это, и «Любин Хуран», то, что брала, и «Сира», конечно, и «Суральфек», ну, то есть много предметов, которые, в принципе, «Тавсир», да, в какой-то плане уже проходило, но интересно, вот, новая программа, все по-новому, какие-то описания, да, вот, вот, само что-то на арабском языке, поэтому под видео, «Иншалла», я поставлю ссылку на регистрацию на этом курсе, кому будет интересно, напоминаю, что это на арабском языке, конечно, и кому будет интересно и актуально, вы можете себе подать заявку, можете подать заявку, даже если на экзамен вы не пройдете, да, ну, возможно, уже вы будете в базе, и при разных наборах у вас будет сообщение приходить о том, что вы попробовали еще раз поступать, ну, возможно, я точно не могу это сказать, но, скорее всего, так и есть, и даже если сейчас, может, ваш уровень арабского недостаточен, со временем вы будете изучать, и будет вполне достаточно, поэтому всех благодарю за внимание, и надеюсь, что эта информация была полезна вам, и будет полезна другим, возможно, вы можете поделиться с теми, кому это будет полезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok